всем большой привет как и обещала я показываю результаты моего проекта project pen он у меня касался только помад и я отбирала те помады которых осталось у меня не так много в стиках то есть это основная была причина они мне нравятся у них срок годности не горит разве что только у двух может быть горел а так в цен в целом это мои любимые помады которые быстрее других заканчивались и уже когда остается совсем по чуть-чуть хочется уже тогда до использовать чтобы их выкинуть и на их место уже встали другие проект я начала 5 сентября по крайней мере это тот ролик который я загрузила с этим проектом и вот в конце декабря как и обещала давайте покажу отчет что у меня получилось в проекте участвовала 11 средств для губ и я считаю что он у меня был выполнен на 40 процентов то есть меньше половины у меня действительно закончилось продуктов давайте покажу какие и в конце озвучу что будет с теми продуктами которые остались девчонки единственное что я сделал огромнейшую ошибку когда я снимала первый ролик и показывала сколько продуктов в каждом стике я обещала сделать фото которое сейчас бы я должна была вставить чтобы вам не искать прошлый ролик а посмотреть результаты но в течение этих четырех месяцев я не знаю в какой момент но случайно удалила все фотографии и на фотоаппарате и к сожалению в компьютере поэтому если интересно с чего начинался этот проект я ссылку оставлю на первый ролик посмотреть можете ну и давайте смотреть теперь результаты сначала покажу что точно закончилась и закончилась полностью у меня вы видите две малышки обе малышки идут от кларанс вот здесь написано кларанс это для меня шикарный подарок это такие мини версии которые делает кларанс они прямо идут даже и в коробочках сами стики были небольшие может быть на один полтора грамма и вот не полтора наверно на один может грамм или 0 5 грамма но видите продукта много еще и внутри помады вот так я ее использовала чтобы делать сводчи чтобы было интереснее я воспользуюсь сейчас карандашом он тоже в проекте вот с этой стороны но с этой стороны очень неплохая кисть который я сейчас воспользуюсь чтобы ролик было интересным мы с вами будем смотреть и сводчи остатки помад который но как кажется может быть выковырены до основания вот именно так и наносила с помощью подобных кистей можно конечно и дальше ее до скабливать никто не мешает но в любом случае я считаю этот проект закончена вот такой вот красивый оттенок вот здесь я кстати не знаю видно вам или нет но практически в этом углу видите до основания добралась отличная помада седьмой оттенок сейчас я давайте вот так сделаю друг кого-то заинтересует просто супер очень она мне понравилась и носила я ее с огромным удовольствием она была моей даже любимой одно время не знаю ну я вообще и и выкидываю но думаю что может быть я ее оставлю еще вот до собираю что там осталось потому что мне реально нравится оттенок себе я такую не куплю основная причина то что это слишком дорогая цена тоже вылизанная оказалась помада до основания это the one вот это вот блестящая их серия в oriflame не знаю будет ли тут что-то видно или нет оттенок и давайте покажу вот так она тоже закончилась это полностью выкручена этот у меня как бы благодаря кисточкам так было выгребла так давайте смотреть тоже оттенок у меня таких помад практически нет она и светлая и полупрозрачная при этом и очень красиво нежно смотрится она мне очень нравилось то с вот тоже практически до донышко я ее вот так вот выскопила настолько мне нравится я считаю что это тоже отличный результат то есть помада в принципе полностью себя отдала то есть я ее истратила далее вот эта помада много времени я ее показывал как самую мою тоже любимую одну из любимых правильно сказать это от мэйблин это у них была какая-то видимо лимитированная коллекция либо они ее вывели но в продаже сейчас июня 255 оттенок тоже вот полностью если выкрутить видите тоже ямочка давайте покажу что у меня тут ее сложнее вот так вот кисточкой она поплотнее остальных помад если первые две такие полупрозрачные то это такая чуть плотнее но тоже с огромным удовольствием также этой кисточкой мне удобно было я их и тратила причем я так привыкла пользоваться кисточкой что мне можно и дальше продолжать вот такой это очень красивый тоже оттенок кому идут такие сиреневые оттенки я даже ходила специально искала подобный оттенок нашла в стеллари у компании стеллари тоже можно в принципе так кисточкой до пользовать это не проблема я не считаю это чем-то зазорным потому что в принципе благодаря кистью это раньше вот например наши бабушки мама могли спиченкой выковыривать это если эта помада нравится почему бы этого и не сделать если не можешь найти точно такой же оттенок если например бы я нашла такую в продажу я бы ее сразу купила и конечно могла бы расстаться с этими остатками дальше то что я хочу ну тоже считаю уже законченным это помада люкс тоже такая полупрозрачная блестящая или ультра сияющая называется попробую показать вам оттенок единственная тогда наверно так она смотрится этой помады чуть-чуть тут вот видите она как бы торчит осталось но и декабрь не закончился я уверена что я ее сейчас за два дня до использую вот так она выглядит тут один шиммер она такая прямо вся в блесточку и она закончится и я с ней тоже расстанусь то есть я ее считаю в принципе законченный потому что ну чего тут на два раза на тает у нее такая текстура вот прямо тающая поэтому я считаю что она тоже закончилась и последнее средство которое тоже я считаю законченным это вот сама вот эта кисточка и с этой стороны был карандаш вот все что это я специально оставил да и мы невозможно уже красить том что царапает я использовала этот карандаш к губную помаду и вот оставила для последнего свочи даже по руке царапаю я бортиками очень красивый был карандаш мне он нравился фаберлик обычно это от фаберлик был уже никаких данных нет но они обычно продукты такие переиздают я думаю этот цвет может быть у них и есть только в какой-то новой серии то есть я считаю что этот карандаш тоже полностью истрачен и вот эти вот пять средств у меня полностью закончены все остальное я не закончила но вот у этого блеска уже закончился срок годности мне не очень нравится уже его текстура и честно я просто остановилась его использовать потому что считаю уже неправильным это делать я вам покажу swatch и этот блеск меня покидает то есть я его выкину он очень красивый очень красивый у него знаете у него запах не испортился у него просто срок годности сгорел но как-то вот к срокам годности к блескам я отношусь скептически ну как будто ну более ну если в помаде срок годности например закончился мне это ни о чем не говорит то в блесках как-то вот мне немножко смущает именно в этом меня смущает у меня такое чувство что на губах я его стала ощущать как будто небольшое покалывание а в этой серии не должно быть такого эффекта поэтому с этим блеском я прощаюсь я успокойно выкину с чистой совестью а вот все остальные продукты у меня переходят в следующий project pen который будет идти на весь 2018 год и в следующем проекте будут не только помады но всякая косметика давайте посмотрим что у меня переходит на следующий проект это с чем я не справилась эта помада почти не тронутая осталось давайте оттенок тоже покажу вдруг кому понравится только я пока не сфокусируется не увижу кверх ногами кверх ногами да вот такой оттенок ну и давайте вот здесь посмотрим более светлое тоже тающая такая текстура закончится быстро но уходит вот в новый проект я еще и покажу эти помадки снова потому что проект не закончил тут нет смысла показывать название потому что этих помад в его он сейчас нет тоже вот столько осталось почти не пользовалась также перейдет просто в следующий проект потому что желание закончить остается просто удар был больше уже на те помадки так это от фаберлик тоже была у них такая айту ай серия сейчас ее уже нет вот столько осталось перейдет следующий проект такая помада так третье давайте покажу четвертое вы знаете вот на самом деле в отношении этой помады от кларанс тоже кларанс она почти целая я и пользуюсь но совсем чуть-чуть вот они практически вот такие мини-версии есть это замечательные такие пробники 705 оттенки такое название мне ее жалко я уже говорила об этом не ее жалко наш кларанс я себе не позволю купить вот такой красивый оттенок я ее оставлю в project в на восемнадцатый год и когда будет необходим такой цвет я и конечно же буду пользоваться так сейчас я тут все уронил вот так и последнее что у меня также перейдет следующий проект это вот такой вот шоколадный бальзам я его конечно потратила немножко но недостаточно давайте еще разок я воспользуюсь на самом деле у меня тут ватный диск то есть я кисточку после каждого помады после каждого блеска вытираю и давайте вот здесь я нанесу он цветной этот бальзам очень красиво смотрится на губах и у него очень приятный аромат такой шоколадный приятный приятный аромат вот такой у меня был проект который я считаю 50 процентов выполнила кисточку я помою я очень люблю эту кисть для помады я вот ей пользуюсь у меня еще есть один карандаш с подобной кисточкой и мне не очень нравится поэтому то что карандаш закончился ничего страшного кисточка будет у меня использоваться просто как кисть для меня лучшая кисть для макияжа губ то есть она со мной останется уже в форме кисти ну кисти так ну и это средство остается у меня дальше в проекте в следующем вот такой вот получился проект конечно как я поняла разумные как разумное время выделять для помад это больше четырех месяцев потому что мало четыре месяца для такого количества даже если всего осталось по чуть-чуть поэтому я беру целый год следующий и я также уже упоминала что в восемнадцатом году я хочу собрать всю декоративную косметику которая закончится в год чтобы реально увидеть сколько у меня может закончиться продуктов декоративки вот мне это очень очень интересно стало а я наверно прощаюсь надеюсь те кому было не безразличный вот этот вот проект я удовлетворила тоже вашу и ну ваш интерес но как и свой собственно всем до новых встреч и всем пока а